здравствуйте друзья в эфире дачные советы сегодня будем делать то что нужно в первую очередь сделать на даче вот в эти дни работы все прибавляется сегодня меня соседи попросили показать как я бы посадила в открытом грунте рассаду томатов ну во первых земля у них с осени не была подготовлена мало того она истощена сильно потому что здесь были сливы и вишни много лет поэтому лунки делаем побольше поглубже и пошире и туда под перекопку почвы в грядку положили по пол-литровой банки сапропеля жемчуг которым тоже есть полный состав макро и микро удобрений да плюс вермикулит в качестве разрыхлителя и само органическое удобрение озерный сапропель если его нет можете положить биогумус тоже готовые удобрения уже подготовлены и червяками и микробами которому нужна только вода и это удобрение уже сразу готова дать рост корневой системе и вершкам если у вас нет удобрения весна-лето фертика то хотя бы супер фосфат положите в каждую лунку не забывайте что томаты относятся к фосфора любом и арбузы тоже кстати говоря теперь для того чтобы защитить послёновой культуры в частности томаты от всевозможных болезней корневые гнили и увяданий и самое главное от фузариоза а он обязательно разовьется фитофтора будет непременно в этом году июнь будет холодный и дождливый очень дождливый и это любимая погода для поражения всех видов послёновых культур особенно картофеля и томатов и тофторы поэтому сейчас примите меры сейчас внесите в землю у кого что есть у кого чуть-чуть медного купороса но мы биологические средства защиты решили применить частности трихофлор по чуть-чуть вот этот пакетик разведете на два ведра теплой воды только теплый потому что там живая культура бактерий триходермы и прольете большую площадь высаженных томатов перцев баклажанов и картофеля и быстро прямо в грязь высаживать комом земли нашу рассаду который заждалась уже этого счастливого момента с небольшим заглублением сажаю вот эти сорта поскольку смотрю что это не индетерминантный что он был и они без заглубления сажаются вот так все пасынки надо было еще дома оборвать конечно же запозданием сажаются это рассада томатов она уже с цветом этого нельзя было допускать для открытого грунта надо было в конце марта только сеять на рассаду томаты и теперь самое главное не оставляйте вновь высаженную рассаду на растерзание ветрам и солнцу да и холода поэтому установите дуги и обязательно накройте спанбондом высадили рассаду в теплицу или в открытый грунт и она плохо растет вот неделю спустя после высадки подкормите растение раствором торфогеля плодородия сибири быстро образуется корневая система а при хороших корешках получаются и хорошие вершки посадил дед репку а также картошку капусту морковку лук и собрал он осенью раньше чем его сосед конечно большой и вкусный урожай потому что торфогелем плодородия сибири поливал торфогель плодородия сибири природное удобрение для здорового урожая биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефонам самаре 972 70 95 и 925 84 33 тольятти 6790 94 а теперь дорогие друзья перейдем ко второй проблеме которую нужно срочно решать на этой неделе очень жаркий месяц май вызвал вспышку многих видов вредителей как никогда активные паутинные клещи тля муравьев очень много земля ходуном ходят вот сегодня будем со всей этой нечистью бороться что должно быть у вас в аптеке садовода первую очередь так ну с чего начнем людмила санна с яблони здесь у нас уже и листоверки работают и долгоносики работают и пяденицы и медианицы вот еще сидит пожалуйста но не успеваю перечислять закрученные листья на черной смородине на малине так много уже тли не пускать размножение тли каким образом ну во первых надо побороться с муравьями которые разносят тлю так что есть абсолют приманка люблю ее работаю много лет если вы нашли муравейник то очень хорошо снять лопатой один сантиметр слоя где там яйца увидите и скопление муравьев антимуравьем обработайте быстро приводит гибели всего муравейника ну ведь у нас врач и не любите пользоваться химией поэтому людмила александровна я вам рекомендую обмазать деревья и ветки или хотя бы по одной капельке на каждую ветку внести гель открываете шприц он уже готов к работе и по чуть-чуть на каждую веточку снизу поближе к земле наносите здесь есть приманка в этом геле на который обязательно придут муравьи отли кусты черно-смородные можно обработать актарой или актеликом или карбофосом товарищи когда вы берете инсектициды обращайте внимание на срок ожидания биатлин семь дней в открытом грунте три дня в теплице читайте срок ожидания тут самый важный показатель при работе с ядохимикатами обращайте на это внимание актелик мой любимый препарат ну всех вредителей берет замечательно но тоже срок ожидания 20 дней в открытом грунте но три дня в теплице все написано здесь читайте подробно инструкцию и актеликом будете работать у него очень активная газовая атака идет обязательно маска должна быть так виноград но конечно маленько пострадал виноград то наш почему потому что в декабре не было долго снега корни подмерзли вот вам и вредитель пришел кто пришел на нас очень много тли и самые страшные заболевания здесь всегда пултинный клещ вот уже все листья в ней в этой гадости так от клещей хорошо помогает и новый препарат клещегон супер я смотрю появился такой от растительных клещей других вредителей что мне здесь нравится есть флакон с мерным стаканчиком с помощью которого можно точно отмерить нужное количество препарата на ядро воды плещегон рекомендую ну и конечно сера старый испытанный да еще бы лучше серу виде препаративной формы джет тебя вид джет который не засоряет опрыскиватель очень хорошо быстро моментально смешивается с водой замечательно работает быстро работает безвредный препарат серы еще и полезно растениям рекомендую обязательно должно быть каждый аптечки потому что это ведь нам понадобится препарат после каждого дождя для обработки не только винограда но и июнь будет холодный дождливый и и вот там начнутся мучнистые росы и на смородине на других культурах на розах вот вам те вид же пусть будет обязательно в вашей аптечке так добрались до косточковых перед вами знаменитая вишня бещевка которая к сожалению растет говорят только в районе ширя его солнечной поляны изольного здесь был селекционер который их вывел усыпаны каждый год какая бы ни была погода непогода зимой весной и летом чудо наше но подгона почти нет два мне обещали вот здесь из этого сада я уже их облюбовала и теперь конечно надо мне взять шефство над этими косточками и сейчас обработаем препаратом хорус вот этот препарат обязательно применяйте с ранней весны он работает уже при температуре плюс 3 по зеленому конусу до цветения и сейчас после цветения обработайте вишню абрикосы от десятков видов болезней и будут у вас чистые кусты от парши яблони и груши обработайте препаратом скорбь людмила санна вот вы говорили что досаждает луковая муха есть препарат мухает прям его возле луковичек посыпите прям несколько гранул чтобы отогнать муху еще отвечаю на вопросы телезрители по медведке кто-то работает препаратом медвитокс следуйте строгой инструкции пролейте почву после закопаете на нужную глубину препарат медвитокс все в инструкции написано меня валентина ванна горощенко когда-то научила работать с кашей варите кашу например перловку такую же как для рыбаки варят для ловли рыбы туда добавляйте на килограмм крупы всего 10 граммов препарата японского препарата моспилан или можно добавить регент вот такие препараты у которых нет запаха на который медведка не пойдет еще не каждый препарат можно применять для этого учтите значит кладете 10 грамм моспилана добавляете опять же домашнего растительного масла для запаха и немедленно раскладывайте гранулы на глубину от 3 до 10 сантиметров вдоль ходов медведки через два часа все выползут я наблюдал это лично в саду у валентина ванна горощенко валентина ванна смотрит если нашу передачу большой поклон и привет и спасибо за науку на красной смородине мы видим вздутие от деятельности галловой кли она находится внутри листа достать ее сложно применяем для обработки препарат актора компания спарка магазин карабинник предлагает средства для защиты растений от болезни и вредителей средства от сырников биопрепараты опрыскиватели и все необходимое для сада и огорода здравствуйте друзья перейдем в теплицу и начнем работать с овощных культур посмотрите перцы у них явное азотное голодание почему потому что нижний лист должен быть темнее чем верхний а здесь наоборот нижние листья светлее а верхние темнее это говорит о том что у растений азотное голодание нехватка азота и грозит тем что растение может сбросить листву почему азотное голодание здесь а потому что осенью были внесены сюда свежие опилки не переработанные для подкормки азотом возьмем препарат датчик это вытяжка из конского навоза азот плюс добавлены касторовое масло для корня образования и пылевой хвощ от болезни обращаю ваше внимание на важный момент что сюда в этот препарат входят витамины b1 для поднятия иммунитета растение что очень важно в условиях большой поражаемости вирусами так у меня на баклажанах уже на одном кустике появились паутинные клещи бороться с ними крайне сложно чтобы этого не было нужно профилактически один-два раза в неделю обрабатывать препаратом дачник и тогда не будет здесь ни белокрылки не паутинного клеща но я слышал что препарат дачник работает и от муравьев до из этой же серии но немножко другой его разводим в пяти литрах воды и опрыскив все скопления муравьев понятно ну что сейчас обработаем баклажаны алексей помогай вот этот жест чтобы ужас вас не приводил мы работаем без перчаток и без масок и даем ребенку работать потому что состав этого дачника чисто биологический этот препарат совершенно безвреден он сделан на основе пихтового масла старайтесь обрабатывать обязательно нижнюю часть листа это была мера профилактическая а если уже появился паутинный клещ тогда мы берем препарат искореняющий его в данный момент фитоверм посмотрите как выглядит лист пораженный паутинным клещом вот они мелкие проколы хорошо видно на обратной стороне вы найдете вот прозрачные светлые яйцекладки паутинного клеща обработаем препаратом фитоверм с нижней стороны листа потому что именно здесь находятся вредители их яйцекладки раз появился уже этот вредитель обрабатывать нужно часто каждые пять дней потому что из яиц появляются личинки через каждые пять дней не запускайте белокрылка и паутинный клещ это самые опасные и трудно выводимые вредители теплицы сорт томата любимый праздник уже завязал две кисти но я вижу здесь признаки заболевания нельзя запускать и обработайте препаратом бактофит или фитоловин это от всех грибных проблем в июне ожидается дождливая холодная погода она на сто процентов способствует такому заболеванию как фитофтороз поэтому заранее запаситесь препаратом бактофит или фитоловин а лучше сделать профилактическую обработку трижды с интервалом 7 дней многие дачники жалуются что от крестоцветных культур у них ничего не осталось таких как капуста редиска вот смотрите здесь лакомились овощные клопы которых в детстве мы называем солдатики поскольку стоит сухая жаркая погода им помогали еще земляные блохи избавиться от этой беды поможет нам биологический препарат липидоцит для того чтобы препарат лучше держался на листьях особенно капусты потому что там восковой налет мы добавим в ведро прилипатель липосам моры совсем заели надо одеть браслет ой как пахнет приятно травкой цитранеллой нашем центре есть семена этой травы цитранеллы можете посадить она хорошо отпугивает комаров этот браслет очень хорошо для детей чтобы они не дышали репеллентами две недели назад здесь посеяли газон смотрите какой он стал симпатичный но его обязательно нужно покормить делаем подкормку микроэлементами реаком для хвойников и газонов хилатной форме это в легко доступном для растений состоянии виноград набрал бутоны и под цвет ему очень хорошо бы дать реаком виноградный это микроэлементы хилатной форме желаю здоровья вам и вашему саду центр природного земледелия лариса малайной предлагает семена овощных цветочных зеленых культур м товары озерный сапропель грунты и удобрения фитолампы все для выращивания рассады телефоны для справок 9 545 165 2 252 305 добрый день дорогие садоводы огородники очень теплый май ускорил начал наших дачных хлопот одна из проблем которых садовые муравьи муравьи разносят тлю по зеленой части растений что уменьшает наш будущий урожай бороться с муравьями можно двумя способами первый способ привычный контактные с помощью растворов и порошков в этом году на рынке появился новый препарат от муравьев применение препарата от муравьев дает прекрасный результат если вы знаете где находится муравейник в этом случае вы просто обрабатываете средством от муравьев муравейник и ближайшие дорожки муравьи погибнут в течение нескольких дней после контакта со средством популяция муравьев имеет очень сложную структуру из них всего лишь 30 процентов муравьев выход на поверхность за пищей и стройматериалами остальные 70 процентов не покидают муравейник и питаются тем что приносит рабочие муравьи если вы не знаете место захождения муравейника или считаете что муравьи приходят с соседнего участка то контактный способ вам не подходит лучше все использовать приманочный способ состав приманки хоть кроме активных компонентов пищевые добавки с помощью них муравьи принимают приманку за еду и переносит муравейник где питается сами и кормит всю популяцию муравьев после гибели матки воспроизводство муравейники прекращается и муравьи погибает в течение 7 12 дней предлагаю вашему вниманию абсолют приманку об этом приманка выпускается в капсулах по 2 4 штуки в упаковках капсула просто открывается и расставляется на дорожках муравьи сами найдут приманку и отнесут ее муравейник обязательно нужно защитить приманку от влаги и пыли также можно использовать абсолют приманку в порошке она экономична и вы можете ей наполнить опустевшие капсулы также удобно абсолют приманка в таблетках помещены специальные контейнеры которые защищают приманку от влаги и пыли сквозь прозрачный контейнер видно как поедается приманка что позволяет своевременно поменять контейнер на новый применение абсолют приманки позволит за 7 12 дней эффективно и просто избавиться от муравьев на весь сезон желаю вам удачной и комфортной работы на ваших дачах оптовый центр зеленый остров представляет средства для борьбы с муравьями абсолют приманка и абсолют гель от муравьев наш адрес улица свобода 180 дробь кузнецкая 31 телефон 954 00 52 здравствуйте дорогие друзья сейчас самое лучшее время для цветения азалий ирододендронов настолько красивые изумительные расцветки сиреневые белые двухцветные город вестерстеде в западной германии является центром азалий ирододендронов и сотни туристов собирается весной посмотреть на цветение этих изумительных кустарников а здесь посмотрите тоже кусочек европы всего-навсего нужно доехать до курумачи и полюбоваться цветением сейчас этих кустарников большинство растений где-то 70 процентов здесь перезимовавшие именно на этой территории я на своем участке посадила 25 азалий ирододендронов перезимовали хорошо даже без укрытия рододендроны вот посмотрите особенно вот эти пестролистные формы конечно более капризные для рододендронов мы делали каркасы укрывали чтобы снегом и не разбил вот это прошлогоднее растение то есть перезимовала здесь видите обильно цветет сейчас азалии даже не укрывали мы просто их укладывали мешковиной закрывали и укладывали а дома я решила проверить чистоту эксперимента смотрю перезимовали и собирается цвести здесь у нас яркое солнечное место зацвели пораньше вечно зеленые ирододендроны не любят яркое солнце их нужно сажать либо в тени деревьев либо выбрать более затененное место а листопадные азалии пожалуйста можете выставлять на самое яркое солнечное место для азалий ирододендронов нужно создать кислую почву высаживая эти растения для них возьмите специальную землю который у нас имеется в наличии и потом в течение всего лета берете в лесу под соснами верхний слой и просто откладываете эти кустарники и создаете при этом кислую среду для них тогда они будут у вас хорошо расти и естественно каждый год нужно будет подкармливать а здесь передо основной целая поляна многолетних растений но нужно знать что многолетние растения цветут недолго две-три недели и сочетая их можно создавать клумбу который будет цвести в течение всего лета и только однолетние цветы цветут в течение всего лета начиная с мая по октябрь месяц и поэтому создавая клумбу вы можете использовать сажать многолетники вместе с однолетними цветами и со временем многолетники разрастаются и может быть чуть-чуть будете добавлять однолетние цветы и все-таки я рекомендую каждому посадить однолетние цветы чтобы течение всего года сад был красивый цветущий здесь представлены клематисы двухлетние уже цветущие с бутонами точно цвет не перепутаете обычно спрашивают цвет совпадает то что нарисовано на картинке а здесь вы можете выбрать уже цветущий клематис и посмотрите какие крупные цветы огромные голубые расцветки белые красные здесь 50 сортов клематисов здесь уже двухлетний клематисы и мы не первый год их сажаем единственное при посадке сделайте побольше яму первые два-три года клематисов разрастается корневая система а потом уже идет мощное цветение и подкармливайте в течение всего лета чтобы было обильное цветение отцветают обязательно убирайте цветонос посмотрите этот сорт самый ранний цветущий образуются семена мы их просто убираем чтобы во-первых клематисы зацвели второй раз и во вторых не тратили силы на семена и не нужно бояться их высаживать цветущими сейчас хорошая корневая система в хорошем контейнере такое обильное цветение клематисов изумительно красивые цветы видите какой большой выбор то есть можно конечно выбрать цветовую гамму своего сада и выбрать те растения которые вы хотите видеть однолетники просто будут менять ваш сад каждый год на всех площадках нашего садового центра можно приобрести хвойные деревья кустарники однолетники и многолетники и цветущие клематисы и конечно азалии листопадные и рододендроны вечно зеленые мы приглашаем хотя бы посмотреть полюбоваться на эту красоту желаем вам всем красивого цветущего сада садовый центр веры глуховой приглашает за саженцами плодовых и декоративных культур по адресам самаре волжское шоссе 7 это в районе поселка управленческий тольятти село подстепки улица фермерской 1 внимание открылась новая площадка садового центра в поселке корумыч справки по телефону 331 06 06